Всем привет, дорогие друзья! В России очень легко быть прогнозистом. Берете худший сценарий, по которому может пойти та или иная инициатива, и он обязательно сбудется. Ровно это происходит с мобилизацией, которая проходит прямо сейчас. Когда я увидел приказ Владимира Путина, я вам сразу сказал в видеоролике, что там нет никакой частичной мобилизации. Там не прописано никаких ограничений ни по здоровью, ни по возрасту, ни по сроку службы, ни по наличию этой самой службы. Нет, уверяли пропагандисты. Вот Шойгу же сказал, что будут только определенные категории лиц. Те, кто с боевым опытом, те, кто, значит, служил, те, кто по возрасту подходит, те, у кого нет ограничений по здоровью. Как будто этих людей зачем-то надо отправлять, убивать, собственно, граждан, которые ничем не провинились. Но не суть. В общем, они поверили, как всегда. И как всегда, они соврали. Ну, то есть, как всегда, все, что они сказали, ложь. Все, что сказал Путин, все, что сказал Шойгу, все, что сказал Симонян, это все одно большое вранье. Грибут все. Все. Мобилизация. И зачем нужен этот ролик, который я сегодня делаю, и просьба, которая у меня к вам есть? Мы долгое время, все разные люди, задавались вопросами, чем мы можем помочь в этой войне. Мне часто спрашивают об этом. Часто я думаю о том, влияет ли вот на что-то то, чем я занимаюсь, да, информационное освещение событий. И вот этот момент, дорогие друзья, настал. Причем этот момент настал независимо от того, из России вы или из Украины. Потому что мобилизация, которая сейчас в России происходит, она одинаково бьет и по той, и по другой стороне. С точки зрения Украины, чем больше мобилизованных людей будет на фронте, тем больше украинских солдат и граждан они будут убивать. Да, это будут необученные, небоеспособные люди с плохим оружием. Но просто за счет количества, к сожалению, количество потерь, в том числе среди ВСУ, будет увеличиваться. Это не переломит ход войны, и об этом потом подробнее. Но тем не менее, количество людей, чьи жизни будут безвозвратно утрачены, с украинской стороны, будет увеличено. Не говоря уже про сторону российскую, все эти мобилизованные, это пушечное мясо. Поэтому даже если вы зет-патриот, и вы такие, да, Россия, вперед, уничтожай другие государства, будь новой нацистской Германией, даже в вашем случае надо задуматься над тем, что происходит. И вот ответ на то, что мы можем сделать, это максимально донести информацию до каждого человека в России, до каждого мужчины, до каждой женщины, объяснив, что такое эта мобилизация, объяснив, что происходит, что ждет людей на фронте, и объяснив, почему они ни в коем случае не должны туда попадать. Собственно, об этом и будет сегодняшний ролик. Начнем с того, как проходит эта мобилизация. Долгое время абсолютно все адекватные аналитики и люди, интересующиеся темой, как я, например, говорили, что когда будет мобилизация, это будет полный хаос, тотальный пиздец, потому что ничего не готово. Нет инфраструктуры, нет военных комиссариатов, которые умеют с этим работать. Есть палочная система, есть планы, которые будут присылаться сверху, и это будет тотальный хаос, в рамках которого ни о какой дисциплине, ни о каком там нормальном обеспечении логистики не может идти и речи. И это только начинается мобилизация. И сейчас мы говорим только о тех, кого загребают на улицах. Вы так охереете, когда увидите, что начнется в учебках. Вы так удивитесь, когда эти люди попадут на фронт, когда они будут дохнуть пачками один за одним, один за одним. Это все ждет впереди. Давайте подумаем логически, если все то, что описывалось на этом канале на протяжении 7 месяцев, про то, что будет с российской армией, насколько она эффективна, насколько она может победить, насколько она может захватить Донецкую область, насколько, значит, она может бороться с армией Украины, если все это оказалось правдой, а все то, что вам говорили с экранов телевизоров, оказалось неправдой, то, дорогие друзья, спустя 7 месяцев настало время вытащить голову из жопы и уже понять, что речь идет сейчас о вашей жизни и о жизни ваших близких. Это я обращаюсь в первую очередь к тем, кого еще, ну, скажем так, не удалось убедить в том, что сейчас происходит и в том, что происходит все эти 7 месяцев. И я надеюсь, что с вашей помощью распространение этого видео будет таким, что оно действительно дойдет до какого-то количества людей, которые наконец-то задумались. И почему я прошу об этом конкретно в этом видео, я всегда прошу вас распространять, но сегодня особенно, по той простой причине, что сейчас наступил момент, когда у людей появился запрос на информацию, сейчас наступил момент, когда они поняли, что дело пахнет керосином и касается уже не просто абстрактных российских военных в Украине, а касается их родных и близких. И это тот момент, когда нужно, чтобы информация до них дошла. Поэтому я отдельно вас прошу, там, лайки, комментарии, подписки на канал. Не для того, чтобы было большое количество подписчиков, это вообще ни на что не влияет. А для того, чтобы когда Ютуб видит, что подписывается во время видео, значит, выдавал его большему количеству людей. Итак, мобилизации. На данный момент, 4 дня после начала мобилизации... 4 дня прошло, 4 дня прошло с начала мобилизации, а все уже посыпалось. Как это работает, давайте сначала поймем. Центр, федеральный центр спускает на регионы конкретные задачи по набору такого-то количества людей. Регион рассылает это по отдельным городам, селам и населенным пунктам, требуя предоставить столько-то людей. То есть, буквально в такое-то село приходит разнарядка. Нам нужно 80 человек из вашего села, чтобы они прибыли туда-то. И так с регионов собирается по несколько тысяч человек, а иногда и десятки тысяч человек. Вот прямо сейчас, спустя 4 дня, речь может идти о десятках тысяч людей, которых сейчас забрали и везут в учебки для того, чтобы там обучать. Обучить не получится, оружием выдадут отстойно, но об этом тоже чуть позднее. Может ли быть в системе, когда сверху спускается план и спускаются палки, существовать возможность вообще, что будет вот строго по каким-то критериям людей отбирать? Конечно, нет. Российская система была создана Владимиром Путиным ровно так, чтобы не уметь работать, чтобы это всегда все превращалось в хаос. Более того, мобилизация проходит впервые со времен Великой Отечественной войны. При этом сейчас ни Великой, ни Отечественной, ни даже, по словам Путина, войны нет. И поэтому этот хаос накладывается на абсолютную демотивированность людей и на то, что никто не понимает, ради чего это все происходит. А также на то, что нет никакой реальной опасности для Российской Федерации. Российская Федерация сейчас является страной-агрессором. Она нападает, они на нее нападают. Это тоже важно понимать. Итак, что мы видим в эти дни? Во-первых, я не считаю, что надо мобилизовывать и тех, кто подходит под критерии, озвученные Путиным и Шойгу. Ну, там, с боевым опытом и все прочее. Потому что почему появилась эта мобилизация? Мобилизация появилась, потому что российская армия, вторая в мире, по словам официальных властей, оказалась фуфлом, оказалась фанерным домом, оказалась деревянным хаймарсом. Она не способна воевать. Она не способна воевать, а украинская армия в это же время является одной из сильнейших армий в Европе прямо сейчас. У них оружие западного образца. У них люди, которые готовы отстаивать свою родину. И что самое важное... Нет, самое важное не количество людей. Самое важное не оружие, которое вам поставляется. Самое важное это командование. Самое важное это офицеры и генералы, которые принимают решения. Украинские офицеры и генералы гибкие. Они обучены по западным образцам военной мысли. Они умеют быстро принимать решения. Они довольно автономны. Вплоть до офицеров на местах, которые могут действовать согласно ситуации. Российская армия этого не может. Российская армия действует так, как приказывают сверху. И ни вправо, ни влево не может подвинуться в этом смысле. А среди офицеров нет ни одного талантливого человека. Потому что российская армия это годами выстроенный институт, куда не попадают люди, способные думать. Туда попадают люди, которые не способны туда не попасть. Ну то есть люди из там необеспеченных регионов. Или люди, которые не понимают, что в российской армии происходит. Верхушка российской армии коррумпирована. Даже сегодня в отставку отправлен замминистра по материальному обеспечению. Замминистра обороны. Это признание того, что он все своровал. И ничего не осталось в армии. И что нет там нормальной техники. Да, ее много. Старой, советской, убитой. Ее много. За счет этого удавалось наступать в первые месяцы войны. За счет этого удается там удерживать какие-то позиции. Но это все не современная техника. То есть нужно первое, что понять. Это что российская армия ведет наступательную агрессивную войну. Противозаконную. То есть это большое военное преступление. Это чудовищная трагедия. Это то, за что и Владимир Путин, и все его окружение. И каждый солдат, который принимал участие в военных преступлениях, должен понести наказание. Но помимо прочего, эта армия опреченная на поражение. Потому что она не способна воевать. Неужели 7 месяцев недостаточно для того, чтобы это понять? И после того, как российская армия понесла катастрофическое поражение в Харьковской области, которое оставило вообще, сверкая пятками, с кучей техники российской, после этого Кремль сильно напрягся. Но знаете, что стало главной точкой? Это то, что Украина не остановилась. Она продолжает контрнаступать. И на Херсонском направлении, и на Луганщине. И уже отбита Белогоровка. И уже идут бои за Лиман. И уже продвигается украинская армия. Та единственная территория, которая была захвачена, а именно Луганская область, и та уже не захвачена полностью. И в этот момент Владимир Путин принимает решение о мобилизации. Мобилизация его не спасет. Мобилизация не даст победы российской армии. Но это тот шаг, который, как ему кажется, может хоть что-то изменить. Потому что на полях сражений среди российских частей банально не хватает людей. Потому что огромное количество людей убито, ранено или ушли в отказ, стали отказниками. И поэтому было принято решение наполнить эту войну людьми, которых мобилизуют. Что это за люди? Все люди, которые имели боевой опыт или мотивацию, они уже были в скрытой мобилизации. Они уже пошли добровольцами. Передовые российские части были очень серьезно потрепаны в первые месяцы войны. И дальше, после того, как они были потрепаны, тактика России изменилась. Они стали первыми вести мобилизованных и самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Потом регулярная армия, потом вагнеровцы. Иногда вагнеровцы осуществляют свои операции. Но суть в том, что стратегия российской армии сейчас, это закидывать пушечным мясом, которое не жалко, не жалко руководству. А профессиональных военных беречь, потому что их мало. Поэтому, если кто-то думает, что тех, кого мобилизуют, отправят в тылы, или что они не будут на передовой, что они не будут участвовать в штурмах или обороне, ребят, откройте глаза, откройте наши сводки с Русланом Левиевым и посмотрите день за днем, что происходило с российской армией, кого отправляли на штурмы. Зачем набирают так много людей, чтобы давить пушечным мясом? Вы, пушечное мясо, вас будут использовать для того, чтобы просто количеством пытаться закидывать врага. Количество контрактников не изменилось, а их ценность для российской армии повысилась, потому что это, с точки зрения российской армии, профессиональные военные, как бы непрофессионально, они не показывали себя в бою. И поэтому вас будут отправлять в самое пекло, как отправляли добровольцев. Несколько добровольцев с момента, как они попали на фронт, до момента их смерти прошло несколько дней, а у некоторых и несколько часов. И вас будут использовать в виде этого пушечного мяса. Но теперь давайте подробнее, кого это коснется. Часть людей, к сожалению, в России немало, часть людей считает, что если, ну, призовут не меня, то значит и не страшно. Пусть там помирают какие-то люди, ну, ничего страшного. Они же с боевым опытом и все такое. Так вот, открою вам страшный секрет, дорогие друзья. Неважно, есть у вас боевой опыт или нет, неважно, служили вы или нет, неважно, сколько вам лет призывают сейчас всех, потому что сверху спущен план и сказали быстро набрать. Хотите несколько историй? Ну, давайте. Вот часть историй из Агоры. Ну, то есть это Павел Чиков, это его команда, которая давно занимается юридической и правозащитой, отстаиванием прав. И вот истории, которые рассказывают они с фотографиями, с повестками. То есть это реальные истории. Принесли повестку на мобилизацию. Сержант был на срочной службе и попал на войну в Чечне. 46 лет. 1971 год рождения. Младший офицер. Выдали повестку на учебные сборы и мобилизационное предписание. Отца забрали с остальными мужчинами из Якутии и везут в Амурскую область. Ему 49 лет. Он никогда не служил. Мы в Татарстане живем. Мужу 47 лет. Работает на заводе. Сегодня вручили повестку, чтобы уже завтра прийти в военкомат. Папе 50 лет. Сегодня выдали повестку на учение. Сегодня принесли на работу повестку одноклассникам мужа. 1985 года рождения. Они не служили вообще. Отчима забирают из региона. 49 лет. Без боевого опыта. Не контрактник. Рядовой. Стрелок. Пришла повестка коллеги. Ему далеко за 40. И он сержант. Соседу полковнику. 63 года. Сегодня вручили повестку. Москва. 63 года. Помните ролик предвыборный, который был с Буруновым? Когда пугали, что вы если не проголосуете за Путина, то вас пойдут мобилизовывать в любом возрасте. Давайте вспомним, освежим память. Вот она реальность уже. Пропаганда вас опять обманула. Прикиньте. Якутия. Забрали отца. Ему 58 лет. Никогда не служил. Имеет военную учетную специальность. Пришли ночью. Вручили повестку. Утром привезли в военкомат. А сейчас он уже летит в военчасть. Волгоград. Моему сотруднику, старшему лейтенанту. 55 лет. Также дали повестку. Должен был явиться в следующий понедельник. Но сегодня позвонили ему домой. Сказали быть завтра же утром. В Самаре призвали мужчину. 60 лет. Служил раньше очень давно. Сержант. Знакомый моего папы. Пошел в военкомат сам сниматься с учета. Там и забрали. Волгоград. У нас на работе призвали сотрудника в возрасте 61 год. Подполковник. Боевой опыт. Во всех отдаленных деревнях Иулан-Удэ раздавали повестки. Попали под них 60-летние. Автобусами привозили на призывной пункт. Но вы скажете мне. Майкл. Ну это ж либералы. Это ж Чиков. Ну он же был конечно. Майкл.